Приветствую вас, поскольку вашему ребёнку 10 лет, то, я полагаю, вы можете сами, в первую очередь, спросить у него, почему он плачет, что ему не нравится, что его не устраивает, что его напрягает, что даётся ему тяжело, например, и так далее. То есть, вы сами можете у него спросить, вы сами с 10-летним ребёнком можете поговорить, вы сами можете прийти к ребёнку к какому-то определённому выбору, к какому-то определённому решению, к какому-то определённому компромиссу, может быть, чтобы он, ваш ребёнок, не травмировал себя, когда, когда, например, ну, остаётся начинать, остаётся ночевать у ваших родственников. Вот. Понимаете, какая история? А вы, получается, с ребёнком не разговариваете, вы, получается, ребёнка, ну, никак не слушаетесь, не прислушиваетесь к нему, и, соответственно, просят её помощи у нас. Понимаете? Какой момент. А, но ведь мы не знаем, почему ребёнок плачет, например. Мы не можем знать, почему ребёнку плохо, мы не можем знать, ага, что его напрягает, что ему мешает и так далее. Понимаете? И, соответственно, если мы этого не знаем, то и помочь вам мы тоже не можем. Потому что, скорее всего, скорее всего, ребёнок таким образом высказывает, конечно же, своё недовольство. Но, кроме этого, может быть и манипуляция с его стороны в отношении вас. Может быть и некое желание, значит, ну, заставить вас делать то, что ему нужно. Не то, что вы хотите, а то, что ему нужно. Понимаете? И модель поведения такая, она не взялась из ниоткуда. Она появилась в результате вашего отношения, в результате вашего поведения. Понимаете, в какой момент. И я думаю, что, если вы хотите реальной помощи, то есть, если вы прям вот озабочены тем, чтобы помочь ребёнку. Вы, кстати, не пишите, кому помочь нужна. То есть, либо вам, либо ребёнку всё-таки. То есть, если, если помощь нужна вам, то, соответственно, вам нужно определить, что именно вас конкретно не устраивает в этой ситуации. То есть, ну, ребёнок плачет, да? Но он же всё равно делает то, что вы хотите. То есть, он остаётся с тётей, например. Он с ней взаимодействует, он у неё спит, как бы, да? Вот. То есть, в чём ваша проблема? Если ребёнку помочь, если вы хотите, чтобы ребёнок не плакал, то, ну, нужно, как минимум, прислушиваться к нему. Постараться, по крайней мере, прислушиваться к нему. И нужно понять, как именно его вы воспитываете. То есть, какая у вас модель воспитания. Почему ребёнок использует слёзы? Вместо того, чтобы, например, там, ну, с вами разговаривать. Вместо того, чтобы вам как-то объяснить, что вот, ну, что ему не нравится. Вот. Либо он это уже делал, и вы просто к нему не прислушивались. Но в этом случае, если вы к нему не прислушивались, то, согласитесь, нужно уже анализировать именно, именно ваше поведение. То есть, не поведение ребёнка, да? Потому что, ну, у ребёнка пока довольно простая модель показать своё неудовольствие вам. А нужно анализировать именно ваше поведение. Понимаете? Потому что именно вы поступаете здесь как-то вот неправильно. именно вы, эээ, ну, не нацелены на ребёнка в данном случае. Вот. Поэтому, соответственно, вот эти моменты нужно рассмотреть, и уже в зависимости от того, на ком акцентирована проблема, в зависимости от того, эээ, на кого она нацелена, на кого она обращена, и кто, по вашему мнению, является, эээ, ну, субъектом данной проблемы. Вот. 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 В зависимости от этого и работать. В зависимости от этого и, собственно, действовать. Действовать. Мне кажется, это, эээ, вполне правильно. А так, что-то, то, что вы говорите, тут помочь вам слухотно. То, что ребёнку не комфортно. Это очевидно. И то, что вы, эээ, не делаете ничего для того, чтобы ему, эээ, было лучше. То есть, ему не нравится, а вы всё равно оставляете его, эээ, с, эээ, с тётей, да, у которой ему, у которой он не может уснуть. А почему, почему он не может уснуть? Да, вот, вопрос. Сам, сам, самый главный. Почему он не может уснуть? Вот. Что мешает ему, именно, уснуть? Может быть, он чего-то боится. Может быть, его что-то обиделось, что-то напрягло. Может быть, ему как-то неудобно, что-то, что-то, там, не по душе. Понимаете? Вот. То есть, всё это нужно анализировать. Если вы реально хотите помочь своему ребёнку, если вы реально хотите, эээ, ну, как-то изменить его жизнь, если вы реально хотите, эээ, как-то облегчить его ситуацию, в которой он оказался сейчас. Вот. В данный момент. На этом всё. Надеюсь, что, наде... Надеюсь, что помог вам. Эээ, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Ээ, если вам понравился мой ответ, ээ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.